Здравствуйте, любители палеонтологии! Сегодня я вам расскажу про гиганатозавра. И давайте начнём! Гиганатозавр жил в поземиловой период 99-93 миллиона лет назад на территории современной Аргентины. На сегодняшний день известен единственный вид – гиганатозавр Каролини. Гиганатозавр Каролини был назван в честь охотника за окаменелостями Рубина Каролини, который в 1993 году нашёл останки гиганатозавра. Галате получил идентификационный номер MUCPVCH1. Его длина от 12 до 13,2 метров, высота 4 метра и вес 7-8 тонн. Распространён миф о том, что гиганатозавры охотились в стаях. Но гиганатозавры не были стальными. Причина мифа – сходство гиганатозавра и мапозавра, а мапозавры были стальными. Хочу акцентировать внимание на том, что многие неправильно произносят название этого динозавра. Но гигантозавр и гиганатозавр – это абсолютно разные динозавры. Гиганатозавр – это крупный теропод из семейства Кархардентозаврит, о котором, собственно, мы сейчас и говорим. А гигантозавр – это крупный зауропод, которого причислили уже к роду Торнерия. Теперь, я думаю, можно поговорить о самом строении гиганатозавра. Гиганатозавр имел череп, сходный с черепами других Кархардентозаврит. На черепе имелась бугристость, поэтому многие стали думать, что гиганатозавры ботались головами. Это едва ли так, поскольку гиганатозавры не обладали бинокулярным зрением, да и прочность черепа не позволила бы это сделать. Зубы гиганатозавра были приспособлены резать плоть, а не ломать кости. Шея гиганатозавра была очень подвижной, да и координация движения у гиганатозавра тоже была неплохая. Хвост узкий, небольшой перевес на переднюю часть тела. Ступни гиганатозавра рыхлые, с длинными пальцами и когтями, что характерно для всех Кархардентозаврит. Гибкость позвоночника и шеи способствовали хорошей устойчивости. Также гиганатозавр был хорошим бегуном. На открытом пространстве он мог бежать со скоростью до 50 км в час. Кем же питался гиганатозавр и были ли у него серьезные соперники в его месте обитания? Скорее всего, гиганатозавр питался 15-метровыми зауроподами, антозаврами или майзаврами. Из хищников, которые обитали вместе с гиганатозавром, можно назвать бутрираптора и крупного абелизаврида экриксенатозавра. Таким образом, гиганатозавр был ярко выраженным сверххищником и находился на самой вершине пищевой цепи своей среде обитания. На сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то подписывайтесь на канал. Всем удачного дня и всем пока!